Гигантские паровые котлы, бойлерные и теплоэлектростанции, суммарная мощность почти 2500 гигакалорий в час. По энергетической ценности это сопоставимо с тремя миллионами ящиков мандаринов. И это каждые 60 минут. Впрочем, чтобы подавать в дома горячую воду и тепло непрерывно и безотказно, филиалу дальневосточной генерирующей компании в Приморье в последнее время приходится активно работать с теми, кто любит и напечь, прилечь и деньги сберечь. И эта работа не всегда из приятных. Только в этом году предприятие предъявило 19 тысяч судебных приказов в отношении должников на сумму в 416 миллионов рублей. И это, как выяснилось, еще не предел. Сумма задолженности по жителям Артема Владивостока и Партизанска составляет практически 1,7 миллиарда рублей. То есть это огромная цифра. Мы вынуждены работать с неплательщиками для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу наших энергостанций, котельных, ремонтировать в свое время на сети. Именно в перечисленных Юлии городах Приморский филиал ДГК и ведет свою теплогенерирующую деятельность. Что касается ситуации с должниками, в центре внимания компании по большей части злостные неплательщики. Последних, к слову, в будущем могут ожидать не самые приятные последствия. От начисления пени, которая провоцирует рост долга, подобно снежному кому, до взыскания из зарплаты или ареста имущества. Кроме того, на вооружении бдительных энергетиков есть и еще одна мера, которая особенно сильно бьет по тем, кто любит вместо оплаты квитанции отдать деньги туристическим фирмам. Запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Эта мера актуальна сейчас перед новогодними праздниками, потому что многие, да, планируют выехать за пределы Российской Федерации, и это может все сорваться. Съемочная группа Восьмого канала посетила лишь один из объектов предприятия – ТЭЦ номер один – старейший энергообъект в Приморской столице. Его возраст составляет 105 лет. Но даже эта ячейка филиала ДГК полностью покрывает потребность в тепле и горячей воде сразу для всего Фрунзенского района Владивостока, вкупы с Агершельдом. Общая протяженность магистральных тепловых сетей по всему городу – свыше 110 километров. Возвращаясь к теме должников, по информации юристов приморских тепловых сетей, почти каждый второй квартиран периодически задерживает платежи по этим услугам, а около 8% вообще не платят по полгода и больше. Но все-таки могу сказать, что основная масса людей, проживающих во всех городах, они, конечно, законопослушные граждане, своевременно оплачивают за должность. У нас получается, что более, ну где-то около 20 тысяч должников из 240 тысяч. В настоящий момент филиалы ДГК, в том числе и приморские тепловые сети, продолжают активно содействовать органам исполнительной власти, чтобы своевременно получать необходимые им для подачи тепла и уюта в дома приморцев средства. Поэтому каждый должник в силах сделать себе и энергетикам подарок, и закрыть счета. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.